здравствуйте друзья с момента моего первого обзора на микроволновый датчик присутствия кара fp1 прошло более полугода и пришла пора сделать еще одно видео в котором я расскажу про некоторые особенности его работы а главное как их можно использовать частности для решения самого актуального вопроса скорости определения присутствия человека а сейчас самое время подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео это нужно для алгоритмов youtube тогда его сможет найти больше людей на момент первого видео датчик не поддерживался в зигбиту mqtt но уже несколько месяцев как этот вопрос решен тут есть настройки меняющий режим мониторинга дальность и чувствительность а также датчик присутствия и сенсор событий проблема заключается в том что датчик присутствия срабатывает заметным запозданием хотя событие приходит моментально вот как это происходит события регистрируются но датчик присутствия еще ждет около 10 секунд кстати после того как вы уйдете из поля видимости датчик присутствие будет сохраняться еще примерно 40 секунд после чего этот датчик перейдет статус files а сенсор событий влив уход повторим датчик выключен события ли иду в его зону действия тут же появляются события но само присутствие с явно заметной задержкой например освещение так включать не очень удобно поэтому есть смысл снова вспомнить о шаблонах и на базе сенсора событий сделать еще один датчик движения вспоминаем что такой датчик как и присутствие является бинарным то есть может иметь только два состояния true и false в этом шаблоне я применил конструкцию not из стоит то есть мне нужно любое другое состояние кроме того что я укажу тут источником этого состояния будет уже упомянутый сенсор событий который вместе с датчиком присутствия пробрасывается в home assistant через zigbit on qtt а состояние которое мне не подходит live уход в него сенсор уходит тогда когда в его поле зрения никого нет соответственно когда статус сенсора live шаблон возвращает значение files что мне и нужно для датчика движения а когда перед сенсором начнет кто-то бродить то он начнет слать различные события все что угодно кроме live и шаблон вернет значение true у нас есть все что нужно для создания сенсора делать это я буду с учетом новых правил home assistant которые появились не так давно раньше такой объект я бы создавал в разделе бинарных сенсоров на платформе template этот способ еще работает но он уже считается устаревшим по новым правилам для шаблонов создан свой собственный раздел template и все объекты создаются уже в нем в этом случае бинарный сенсор далее все более менее привычно задаем имя для нового объекта я в таких случаях отталкиваюсь от оригинального названия физического сенсора просто в конце указал тип датчика состоянием этого датчика будет управлять созданный нами шаблон который возвращает true на любое событие кроме live и последний штрих класс устройства это не влияет на логику только на отображение по умолчанию в интерфейсе home assistant код этого сенсора вы найдете по ссылке в описании проверим наш датчик движения сработал по первому событию и намного раньше чем сенсор присутствия и его можно спокойно применять для включения освещения а выключать его уже по датчику присутствия еще один тест для которого я накрыл сенсор стеклянной банкой часто спрашивают будет ли он работать за стеклом например душевой кабинке проверим это не сложно отлично работает разницы с тем как он работает не в банке я не заметил полагаю что из-за навесками для душа шторами подобными препятствиями проблем не будет не известны случаи когда совместно сакара fp1 приходилось использовать и обычные инфракрасные датчики движения как раз для решения проблемы запаздывания датчика присутствия надеюсь что это видео поможет решить эту проблему и избавит вас от необходимости покупать лишний датчик если видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки а если вы еще не подписались на мой канал можно сделать это прямо сейчас чтобы мои обзоры выходили чаще в них были интересные новинки для умного дома поддержите мой канал ставь его спонсором кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи ссылку вы найдете в описании также я веду и telegram канал в котором публикую полезную информацию опросы и ссылки на устройство умного дома буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на интересные ресурсы а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого до новых встреч всем мира